Ремонт крыши, ремонт подпадных помещений, относящихся к общему имуществу на квартирном доме. Пятый ремонт фасада, ремонт фундамента на квартирном доме. Все виды работают, да? И также хотел бы напомнить, эта программа с финансированием именно по закону. Четыре источника финансируют, как вы знаете, Российская Федерация, Республика Тарстан финансирует. Муниципальный бюджет финансирует и финансирует средства собственников жилья. Средства собственников жилья, начиная с 1 января 2003 года по 28 февраля, на 1 марта, у вас начислено, собрано 1 млн 47 тыс. рублей. За передвижение. За передвижение, а? Это неверно. Как неверно? Но. Почему он неверно? Потому что, я считаю, грубо вот, взять, да, получается, в 2 раза больше. Почему? Посмотрите. А вы знаете, ребята, вот к тому же 729-му постановлению, да, на наш дом, значит, выделено за счет средств собственников 6 млн 545 тысячи, 575 тысячи, 575 тысячи, 575 тысячи. Я вам говорю... Общий котел. Причем здесь общий котел? Выдано, это же не на все. Это же Баблинский район. Нет, это конкретно на наш дом. Он выделен на ваш дом, но ваш дом конкретно собрал 1 млн 47, ваш дом. Смотрите, управляющая компания, смотрите, если это ССЖ, допустим, у него есть определенное количество домов, там у него сколько домов, 12, внутри этого. А у нас в городе, то, что управляющая компания дома обходит, у них средства больше аккумулируются. Если дом, ваш, тогда же 18, попал на 17-й год, мы можем средства, те, которые управляющая компания собирают, а на эти средства, помимо 1 млн 47 тысяч рублей, она с других домов выделяет. На другой дом попадает. Почему неправильно? Это разделение идет? Вы знаете, это разделение... Нет, вот я вам окуну. С одной уверенностью, вы можете прийти, управляющая компания, смотри. 12 млн 530 тысяч рублей, это вот как раз там 3 млн с половиной бюджета. Ну, вот эти вот средства, которые поступили от населения, которые зашли в управляющую компанию. Нет, это дом конкретно, это сумма собрана конкретно вашим домом. Вот вся остальная сумма, которая уходит из баллов, это сумма сбора с остальных домов. То есть это же, понимаете, ведь все баллы платят. Если мы... Если вы... Если вы... Что состоит? Это эти 12,5 млн, тогда вы мне объясните. Вот, состоит. РФ, РТ, местный бюджет. Какие суммы? Нет, я суммы сейчас... Расщепить вам, что ли? Ну, если, допустим, как вы говорите, 6 млн с половиной, все остальное, все остальные 20 с половиной, 3 с половиной... Нет, 6 млн с половиной, это в офис общего котла, который мы, собственники, собираем. Со всего... Со всего города. Я могу сказать, может быть, это не лично наше... Нет, это не суперринительство. Но мы их, ребята, дальше еще соберем. Мы же будем продажи сплатить. Я понимаю. Поэтому, когда ремонт сделают, я даю, именно чтобы полный ремонт был сделан в какой-то доме, да, то их средства необходимо, сколько необходимо, сколько и дают. Мы, в принципе, по закону, может быть, если нам этих денег не хватает, еще запросим. У кого? Нет. Нет, вам же дают соответствовать соотношение со сбором. Вы думаете, вам... Вот, знаете, вот, послушайте, давайте я вам дальше объясню. Вот, стоимость специального ремонта, значит, 12 млн 538 тысяч рублей, за счет средств бюджета Российской Федерации 3 млн 515, за счет средств местного бюджета 2 млн 478, и за счет средств собственников 6 млн 545 тысяч рублей. Удельная стоимость капитального ремонта 1 квадратного метра общей площади нашего дома получается 5463 рубля, а предельная стоимость капитального ремонта 1 квадратного метра 14 тысяч рублей. Это по всей республике, да. Таким образом, при необходимости, без увеличения минимальной ежемесячной платы, без увеличения даже мы за капремонт можем использовать сумму 32 млн. Если нам этих денег не хватает, по закону мы еще можем спросить, но в этом случае мы будем платить не 5,85, так как получается, а большую сумму мы уже сами выдавали, но мы будем... Нет, платить 32 млн, 32 млн, я вам скажу, это не только на важном, 32 млн это в целом на район. Вот теперь послушайте, я извиняюсь, конечно, получается, ну в принципе, вот то, что вы зачитали в этот перечень, мы в этот перечень вписываемся, мы не против, мы в него вписываемся, вот в который, они по постановлению, да, мы что не вписываемся, нам не делает ремонт подвала, нам отказывают ремонт подвала. Ремонт подвала здесь входит. Он в перечень работы входит, который можно делать при капитальном раунде. Нет, тут идет перечень, на который дали эти деньги. Понимаете, вот на эту, на эти... А вы идет на каждый вид работ отдельная сумма. Вот смотрите, нет, подождите, давайте... Подождите, но вы же нам... Мы все тайно. Я не знаю, мы в форме диалога строим сегодня это собрание, или сначала вы, потом мы. В форме диалога, давайте сначала объясним. Вот вы сейчас полный перечень, да, работ нам озвучили, а конкретно из чего будет состоять каждый вот этот вот, можно это узнать? Вот, например, ремонт фасада, это общая фраза. Я ее могу понять по-своему. Вы закладываете другой смысл туда. Третий кто-то тоже. Вот ремонт фасада, что это означает? Ремонт фасада, какие виды работ входят в ремонт фасада? Вот это вы подразумеваете. Ремонт фасада входит в утеплении и... А где вот это прописано, что должно входить? Нет, это есть проектный институт, он делает проект. Проект с чего? Проект с чего согласование? Что? Проект с чьего согласование вносит вот это утепление, например. Вот, посмотрите, вы же если читали правильно алгоритм, кто за что отвечает? Нет, вот я говорю, вот ремонт фасада, это общая фраза. Вот, послушайте, ремонт может подразумевать очень много. Ремонт фасада, значит, ремонт идет штука. Решает, что делать, да? Вот, как решили делать фасад. И вы решаете, что в этом фасаде делать. Прежде чем заказывать проект. Да, да. Вот, что такое. А раз вы решили утепление, то я уже знаю эту норму, я уже закладываю норму 9 метров. Вот это вот утепление должно быть, штукатурка должна быть, а не ландальные сетки и все, и тому подобное тоже. Закладываем туда, конечно же, замену дверей, если это требуется. Замену окон обязательно нужно будет. И подъезд. Подъезд, да. Подъезд, чтобы, да, может, домовые. И дальше уже, ну там уже технологии опять есть, чтобы противопожарные рассечки, и это уже дальше наша кухня, мы уже там уже проектируем. Понятно. Вот, а теперь возвращаемся опять-таки назад. Где решение наше, включенное в вашу смету, что мы отказываемся от утепления фасада? На основании чего начался вот этот проект об утеплении? Где? Общее собрание есть в октябре месяце, в декабре месяце, да, по-моему, в общем собрании у вас есть принято решение, и подписанный есть протокол. Вы можете посмотреть. Это фиксы полные этого протокола. Там подписаны, что там утеплены фасады, мы же не могли в вашу смету. Там даже... Варианты фасады, но какая-то изменащая. Инициатор, там который прописан, это вообще не знаю, какое-то левое лицо. Давайте вот я вам расскажу. Вот опять-таки, если вы что-то знаете. Вот, 7 декабря. А вообще, почему вопрос стал, что не надо? Я тоже... Я вообще... Нет, я тоже... Я не понимаю. Если бы мой дом пришел в скап ремонт, я бы был только рад. Вы рады. Я даже понимаете. Давайте сразу объясню. Вы не слушайте нас. Нет, не могу сейчас. Вы потом объясните. Просто, вы поймите, вот, уважаемые жители, вы поймите, возникнет такая ситуация, что ваш дом вообще снимут скап ремонт. Вы поверите, я... Это я все объясню. Просто смотри. Нет, подождите. Вы за что... Я вас как бы не запутываю, но мы... Вы начинаете вот разговор, опять-таки, с того, что вас снимут. А почему нас должны снять, если мы хотим, сделали, чтобы нам то, что нам надо. Не то, что вы хотите включить смету, а то, что надо дежать нам. Вы же собственник, получается, не смешите. Ну, как подождите. Давайте объясним. Определили мы дома, которые должны отремонтировать. Порядок какой? Собираем... Давайте объясню. Собираем сход граждан, определяем виды работ, подписываем дефектовки, направляем... Мы ему отправляем в фонд реформирования ЖКХ. Давайте остановимся на этом. Сейчас, сейчас объясню. Начнем со схода, который, вы говорите, должен быть. Вот старший гость теперь расскажет про сход. Я просто сейчас... Давайте начнем поэтапно, не сразу все. Вернемся на нас сходу. Дефектовка согласовываем, включаем программу. Фонд реформирования ЖКХ и его собирательно все подписывает. С Москвой согласовывает с финансированием всех этих объектов. Конечно, мы согласны. Ну и уже на основании, когда уже есть, так сказать, утверждается, когда они нам протокол присылают, мы уже проводим у себя в располкоме отбор подрядчиков. Отбор подрядчиков мы как проводим? В кабинете, в газете, в объявлении. Как комната? Как называется? Коллекционный отбор. Коллекционный отбор. На один дом, несколько участников. То есть мы приглашаем туда ООЭП, сотрудников полиции, то есть представителей обслуживающих организаций, проводим коллекционный отбор. Мы его провели. Направляем в фонд реформирования ЖКХ протокол из этого отбора, что вот на такие-то дома, на какие-то виды работ подрядчиками будет на какие-то организации. Договора отправляются, договора прописываются. Срок исполнения капитального ремонта на 17-й год состоит 1 сентября, до начала отопительного сезона. То есть по всей видам работ, уже то, что выполняет, мы должны, получается, сметы, дефектовки, и нас еженедельно отслеживать, по какому дому сколько процентов выполнения идет. если с фондом реформирования ЖКХ, в данном случае, если у нас не сэрис обслуживает, то есть какие-то договоры. Если они отклонятся от этого графика, их фонд реформирования ЖКХ штрафует на определенную сумму. В данной ситуации мы пришли к тому, что если мы вот таким методом сейчас все это остановим, во-первых, с фондом реформирования, я уже переписался и переговорил, мы виды работ менять не можем, потому что они уже и у федералов, и у всех уже есть, они уже определены, мы все эти документы направлены. А с чьего согласия давайте возьмемся вот. С чьего вы вот это все сделали? На сегодняшний день фонд реформирования ЖКХ говорит, если жильцы, как говорится, через суд или как там будут противостоять или не захотят, мы просто эту сумму убираем. Почему? Потому что ООО ЖС, который проводит видеоработы, он должен исполнить ее 1 сентября. Он уже сейчас отстает. Он сейчас... Они даже тендер не проводили, это жильцы ЖС. Мы уважаем вашу работу. И все. Солнопор. У нас есть фотографии, есть видео, на нем присутствует проект. Надо сказать, вот вы не знаете, вы не знаете, Вы не знаете. Вы не знаете. Вот изначально-то начинается с того, что вы за своем. Подождите, вы правильно поймите. Вы все являетесь, так сказать, жителями домов, а дома, домами, есть управляющая компания. Согласна. Если бы это был ТСЖ, там подрядчик всех остальных выбирала бы, так сказать, управление собственников жилья. В данном случае управляющая компания получается как посредник между жителями и фондом реформин ЖКХ. То есть юридически здесь все правильно. И они инициировали вот этот коллекционный отбор. Они его провели. Присутствовала жилищная инспекция, присутствовала ОБ. Я вас перебью. Давайте время не будем мы тянуть и повторять одно и то же. Мы вашу работу уважаем. Но все начинается опять-таки в собрании собственников. Когда было принято решение, что в нашем доме будет проводиться капремонт? Покажи. Когда? Ну вы же за полгода то начало капремонта должны нас убедить. Мы должны совместно с вами... Сейчас у вас собственников половина не пришла. На собрании также было мало народу. Но мы объяснили всем, кто был. Я извиняюсь, вы знаете, 7 декабря 2016 года в два часа дня мне позвонили и сказали к трём часам, пожалуйста, соберите народ. По какой причине не сказали. Я сказала, не было никакого... Не надо не вриться, пожалуйста. Не вриться, пожалуйста. Ну как не вриться? Не вриться, я не знаю. Мы что, маленькие, что ли? Ну а мы что, дети, что ли, в детском саде? Мы не можем читать, что у нас есть сеть, что ли? Вы будете передать? Значит, нас поставили... На собрание мы пришли, это было минус 30 градусов мороза. Туда собрались, во-первых, люди были на работе. Вы сейчас вот собираете к пяти, да, люди на работе у нас к половине седьмого собираются. Кто-то, кто-то работает, приезжает в это время. Я сказала, что, во-первых, нереально просто к этому времени собрать даже тех, кто дома. И попросила хотя бы, давайте, говорю, на уменьши. Не к трем, а к четырем. К четырем началось сказать, как мы вышли, вот бабушки вышли. Было холодно очень, минус 30 градусов, в руках у них были бумаги, надо было подписать, нам сказали. Правда, мы действительно все ждали только к ремонту, мы везде обращались, у нас только писем написано, да. Вот вы говорите, на семнадцатый год нас с девятнадцатого сняли, поставили. Но вы знаете, у нас было официальное письмо, что нам в пятнадцатом году должны были сделать что мы в программе включены. В пятнадцатом году нам просто пропустили. Я не стала обещать эти объяснения брать, да, как случилось, так и случилось. На семнадцатый год мы обрадовались, люди пришли, мы вроде с ними работаем, их знаем, не думали, что у нас так обмана. Нужно сделать подписи, потому что до конца, до окончания нового года нам надо получить подписи, получить средства. Я взяла у них эти бумаги, я говорю, хорошо, и подписи соберутся. Вечером прошла по всем, мы подписи собрали. Там был совершенно другой протокол, там было просто уведомление по сумме, по общей, и на смену, по этим с копейками. Ну и было в протоколе, значит, чтобы меня включили, чтобы я подписывался. Ну и я в этом, значит, все равно, где делать придется. В общем-то, подписала. Люди читали. Люди заходили, когда читали эти протоколы. Теперь, значит, я отнесла эти, подписи. На следующий день, на следующий же день, это 8 декабря, я письменно обратилась к директору управляющей компании «Уютный дом». Видела, что человек новый пришел на собрание. Вот. У нас было там, значит, письмо от «Уютного дома». Значит, один оттуда написал, написано было, в ответ на ваше заявление, значит, «Уютный дом вам сообщает, что произведено комиссионное обследование многоквартирного жилого дома на Валерийском районе, на улице, на улице, и в результате обследования выявлено, что в вашем доме необходимо произвести капитальный ремонт строительной конструкции и инженерных сетей, так как вышуказанный жилой дом включен в программу капитального ремонта многоквартирного жилых домов Бавринского района в 17-й год, все замечания, указанные в ваших заявлениях, будут учтены во время приведения капитального ремонта дома. В этих заявлениях в основном у нас шел вопрос о подвале. Подвал у нас заливало, по всем причинам там стоял огонь, там нас канализацию сливали, даже, знаете, демонстративно сливали из других этих колодцев, некуда было слить, его везти не было куда, и в наши подвалы сливали. Там у нас, ну, туалет был в туалетах. Теперь 29 декабря 2016 года, 29 декабря, мне позвонила в Субаян в 14-10 и попросила зайти ко мне домой и подписать все эти деньги. Но я настояла все-таки о встрече в офисе, мы не назначили на 16-й год, в чеках ведомости были на капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт внутрих домов инженерных систем цитовоснабжения, капитальный ремонт внутрих домов инженерных систем водоснабжения, водоотведения внутри домовой системы электроснабжения, капитальный ремонт фасадов. Там были просто погонные метры и прочее, туда и сюда. Сначала, значит, она сказала, что надо утром 30-го числа ввести в Казань, чтобы они были подписаны до Нового года. Вы знаете, ребята, я, конечно, грамотный человек, но я уже просто подумала, что, ну, как всегда у меня получилось, что уже, вот, я знаю, что это за полгода должны были отопривестить все это, чтобы за три месяца знали, должны были дать это, чтобы вы включили свой перечень, вам это включили. Но я так, поскольку я знала, что у нас перечень уже озвучен везде, и в исполкоме, и в главной, везде мы озвучивали, что этот перечень, тем более, нам дали письмо, на руке такое гарантированное, что все это будет включено. Я поэтому пошла на встречу, я подписала дефект неведомости. Теперь, что у нас происходит? Теперь, значит, я пошла... И когда первый раз упомянули, что у меня фасада именно в оттеплении? Теперь, 9 января, я пришла, значит, в управляющую компанию, потому что попросила ответ на свое письмо, которое написало об этом. Значит, дефект мне дало это письмо, в котором тоже перечислено оттопление, водоснабжение, водородоведение, кровля, фасад и великоснабжение. И дополнительно сообщаем, что вы сможете после предоставления управляющей компанией проектно-сметной организации. И тут же мне объясню, я попросила, что мне как раз нам нужно было, чтобы видеть не просто вот этот общий список, а что у них включено в оттопление. Потому что Алсубаяна после того, как я подписала дефектные ведомости, она не тихонечко сообщила, что отопление у нас будет реконструкция. До подписания, я вам право не объясняла. И что она там пойдет в дорогостоящий проект, еще туда включен, около 450 тысяч объяснял. Значит, почему я спросила, подвала нет? Ей не говорить не надо. Я говорю, нам не надо вот эти добросы ищите сделать, нам надо сделать подвал. Но это ведь нормально, нормальное желание, так ведь? Ну и дальше, значит, я поэтому спросила, значит, руководителя, какие туда работы будут входить. Он мне ответил, что нас вообще просто отстранили от капитального ремонта, я даже при желании я вам не могу помочь. Я не сказал, я сказал, у меня смертная документация сейчас нет на руках, я вам не могу сказать. После этого, после того, как мы не получили этих документов, мы пошли, обратились к главе. В главе вы не знаете, подождите, вы не знаете. Когда мы обратились к главе, значит, мы уже попросили, потому что я не могла никак найти. Обращаясь, я почему пошла в управляющую компанию, потому что единственное, у нас есть состыковочка с ними, это договор. Понимаете, у меня есть договор с этой организацией, я пошла к нему. Но поскольку он мне так сказал, не работает, поступая, я обращаюсь на готовность с вами на договор. И мы, конечно же, к главе попросили, чтобы с нами договор заключить, потому что идет капремон, люди будут приходить, что-то там, ломай, не ломай, какая-то ответственность у людей же должна быть, и мы должны знать, допустим, ко мне в квартиру кто-то зашел, какие он виду будет работ делать. Нет, такие, которые с головы спустились, а которые есть договор. Так ведь? Вот, попросили это. Глава, значит, сказал, с каждым, конечно, было не заключать сложно, но со старшим будет заключить договор. Мы попытались сидеть, в Тушарево сидеть, там собирались, там Субаяна собиралась, руководящая компания собиралась, мы так и не договорились, ни для чего, они так и не дали никакой этой... У нас, потому что и начали приходить люди, в 23 января уже начали делать электрику. Электрики просто пришли, начали стравить в этих подъездах, подключились к нашим сетям, от нас питаются. Нет, это уже, как бы, знаете, это технический вопрос. Не надо. Давайте, давайте... Не уходим. Зачем мы сейчас уходим куда-то глубоко. Мы уходим не глубоко. Давайте сейчас решим вот это... Давайте выслушаем. Нет, ну давайте, ребята, Бога, мы не просто не обращаться. Почему мы дальше начали обращаться? Не от того, что просто нам делать нечего. Понимаете, начало такое происходить. поэтому мы немножко это приостановили электрику, поставили, значит, отдельное питание. Ну, и таким образом, в общем, это... Потом у нас произошло, что? У нас произошло, значит, подвалы. Взяли, закрыли подвалы. Просто на ключи. Люди меня спрашивают, а как мы будем брать там свои обороны? Я говорю, я даже не знаю. Эти электрики сказали, подвал теперь не ваш. Потом смотрим, как подъехала какая-то машина, там нагрузились, в том числе и банки были. Я потом уже пошла, тоже в администрацию пошла. Ну, что это такое? Мы же что-либо, мы же не являемся. Я пишу, что это такое? Понимаете? Потом Алсу Баяну говорит, ну, давайте я вам на один час вот ключ дам. Вы знаете, нужно порядок. Хоть и порядок. Потому что, если вы будете делать ремонт, и это будет в таком образе будет делаться, потому что стучались в рабочее время, люди были на работе, бабушка только одна, больная, да? Стучались к ней настолько, что она там упала за дверью. А стучались из-за чего? Что надо было просто забрать вот эти вот на металлом эти трубы чугунные. Особо ядно. Но нельзя так работать. Можно я скажу? Не надо. Подождите, давайте я расскажу. Потом дальше. Я на вас не обижаюсь, но смысл, почему? Потому что мы будем... Она же сама разрешила. Почему мы ее? Зачем приятел облегать человека? Дальше, значит, мы потом... Ну вот, то, что мы говорили, ходили наше письмо, мы отправили с вами. Вышли письмо, что она прощает, и от него нет ответа. Потом, значит, 6 февраля, вот такая ситуация, договоров у него ничего нет. Мы просто стояли и мы пришли к тому, что мы собрали очередное собрание, посоветовались со всеми, собрали очередное собрание, приняли перечень там и приняли, значит, решение, что мы обращаемся за юридической поддержкой. Ну, после? Вот, ну, дальше идем. В тот же день я опять написала руководителю исполнительного...